Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу предложить вашему вниманию вот такой стример, который рассчитан на хищную рыбу. Честно скажу, вынашивал три года планы связать ее, потому что меня очень заинтересовала сама техника вязания и решил попробовать на стримере. В ближайшее время мы с вами узнаем, ловит она и как она ловит рыбу. Ну а в дальнейшем давайте приступим к вязанию для вас. Берем крючок 2.0, так как делать будем для щуки. Нитка крепкая, где-то 4.0, 6.0, ровница. Ну и понадобится мех песца. Обматываем цевьё плотненько и доходим до загиба. Особенность вязания мы будем делать мушку в одной плоскости, поэтому хвостик мы берем немножко красного песца. белого и чёрного. Сперва мы крепим кусочек белого песца. убрали кончики. Закрепить мы должны его с нижней части заеба. берем еще один небольшой пучочек меха песца. крепим, подровняли сколько нам нужно. Крепим уже на основании. вот так. Немного добавим клея. и теперь берем щепоточку красного песца. крепить мы его будем вот такой небольшой кисточкой по центру, так чтобы наши основные волоски были подровняемы. немножко. чтобы основные волоски нашего хвостика были короче. хотя бы наполовину всей длины. Стараемся в одной плоскости, так чтобы не обхватывало по краям. вот так. раз. и теперь берем пучочек белого песца. 1958-2500. 1 . 3 и с ставим белый песок. для короче until 3 посмотрели приблизительно у нас подходит хорошо все отравняли добавим немножко клея и также вертикальной плоскости формируем наш хвостик стараемся чтобы он у нас не расшелся по сторонам закрепили посмотрели приблизительно так и окончательно подхватим все подхватили стадочки убрали теперь можем мы спокойно добавить на место крепления блестящие наши элементы возьмем немножко голографического люрекса и возьмем кристалл flash с одной и с другой стороны добавим так прихватили замочком переломили и закрепили с другой стороны подровняли концы отрезали теперь берем немножечко кристалл flash и добавим еще кристалл flash нашей так раз переломили закрепили прихватили стараемся много не обвязывать на одном месте для того чтобы не было у нас узлов и нагромождение прихватили прихватили переломили закрепили подровняли остатки отрезали вот у нас получился вот такой хвостик проекции для дальнейшего вязания нам понадобится с вами еще не наш вот такой люрекс который я беру из упаковок для тела отрезаем полосочку хвостик батальона остаток покрытие из упаковок чуть линии Подготовили и здесь крепим. Закрепили. Теперь промажем немножечко клеем и сделаем первую обмоточку люрексом. Армировать дополнительно нашу мушку, несмотря на то, что она будет у нас для щуки, мы не будем, потому что клей у нас достаточно крепкий. Вот так закрепили. Не отрезаем, отводим в сторону. Приступаем к первому элементу. Так как я хочу мушку сделать, чтобы она у меня была окуневая, я беру черный песец. Отрезаю щепоточку черного песца. Убираем подшерсток, выравниваем концы. Вот у нас получился вот такой пучочек. Теперь что мы делаем? Продеваем через кольцо, как бы делим пополам наш мех. И прихватываем. Сперва в одной плоскости восьмерочкой. Стараемся так, чтобы у нас мех никуда не наклонялся и не уходил. Вот так сделали. Раз. Раз. После этого перехватываем наш мех и проматываем другой полоскости восьмерочкой. Стараемся держать строго его в вертикали. Вот так. Раз. Вот так. Два. Вот, как вы видите, у нас получился черный мех в одной плоскости. Теперь мы берем немножечко, промотаем у основания, промотали у основания, внизу, вверху. Вот у нас получилась вот такая кисточка. Следим за тем, чтобы строго по плоскости у нас находился наш мех. Немножечко промажем клеем. Место крепления. Снизу, сверху. Если попадают волоски, песца не страшно, их потом можно будет аккуратненько удалить. Теперь берем нашим люрексом и проматываем. так же, как ниткой проматываем полностью. вот так крестообразно наш черный мех и прихватываем здесь спереди. Почему не годится здесь другой люрекс, который я использовал, потому что этот достаточно мягкий и в то же время достаточно крепкий. прихватили. Берем теперь щепотку белого меха. убираем подшерсток неровненькие, которые у нас есть, волоски и примеряем где-то так опять берем, одеваем. маленький пучочек еще добавим. прихватили. приватили, прихватили. Прикатили, прихватили. Рисомель, прихватили. посмотрели как у нас проходят наши волоски очень даже хорошо теперь если вам допустим мешает дальше в работе мех который мы закрепили выход из положения банально прост мы берем прищепку вводим мех и закрепляем нашей прищепкой так мех нам не мешает продолжаем дальше одеваем посмотрели низ вверх если мех несколько длиннее или немножечко может быть короче это даже не совсем вот страшно потому что мы в дальнейшем будем подстригать наши хвостики и мы выровняем когда будем подстригать вот у нас прихватили одну часть если захватили вдруг вот как я сейчас волоски не страшно можно их поднять вот так раз вот прихватили теперь немножечко добавим клея на место наших креплений и обмотаем опять нашим люрексом убираем прищепку подравниваем мех так так и промотываем люрексом так же раз два раз раз два 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 пять раз два раз два вот это у нас уже готово теперь прихватываем наш люрекс следим за тем чтобы мех не сильно попадал и убираем наш люрекс убрали посмотрели где попадают волоски можно их вытащить обратно подровняли вот так получается мы должны почти до самой до самого колечка изготовить тело я выключу камеру дабы не занимать у вас драгоценное время сам буду делать потом включусь вот вы с вами с вами дошли теперь до завершения форма у нас получилась вот такая пока еще мы ничего не подрезаем сделаем сейчас красненькое завершение горлышко из песца немножко нанесем клея и возьмем щепоточку красного песца совсем-совсем немножко для того чтобы можно было обозначить если у вас нет красного песца можно спокойно взять и это изготовить методом подкрашивания посмотрели еще подготовили подравняли где-то где-то так я буду подхватывать петлей снизу так чтобы закрепить сразу пополам сложенный пучочек песца вот так заложил его подложил убрали переломил и закрепили сильно не проматываем потому что нам необходимо здесь для симметрии добавить еще кусочек черного песца отрезаем щепоточку черного песца и крепим посмотрели сколько нам нужно вот приблизительно так так же как и с красным мехом мы его будем методом переламывание крепить закрепили подвели вот так как я это делаю подвели и прихватили отвели в стороночку и окончательно теперь начинаем закреплять так как вы видите нормально начинаем теперь закреплять вот теперь окончательно на этом месте мы можем нанести немножечко клея и сформировать головку для того чтобы на месте приклеить глазки вводим весь мех назад промазываем клеем и промазываем проматываем делаем завершающий узел на этом работа у нас здесь закончена вот у нас вышла вот такая конструкция но для того чтобы можно было приклеить окончательно чтобы вам было видно поправим сейчас немножко ушел их так вот у нас вышла вот такая конструкция теперь чтобы окончательно сформировать мушку я ее немножечко подстриву для того чтобы можно было крепить глазки вот мы подстригли нашу наш стример вышел он вот такой формы чем-то напоминает своей раскрасочкой морского петушка осталось только закрепить глазки низ низ я специально подрезал так чтобы мех своей основой выступал в роли отталкивателя и был как не зацепляет крепим наши глазки вот 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 закрепили его наши глазки. Как вы видите, с одной и с другой стороны. Немножечко их подожмем, чтобы они прямо до основания вклеились. Вот так. И так как мы эти глазики все трогали руками, я обычно всегда после этого наношу капельку прозрачного лака. Вот так. Вот и все. Наша мушка готова к работе. Пробуйте с длиной хвоста, с высотой шевелюры. Желаю вам удачи.